Слава Богу! Аллилуйя! Вы знаете, что послезавтра будет Пасха Христова? Пасха Христова? Да, послезавтра. Послезавтра, да? Да, конечно. Христос воскрес из мертвых, умерший за наши грехи. А у вас что, разве в доме нет такой книги? У меня есть, я вам сейчас покажу пока. А вот смотрите, как она выглядит. А вот у меня, смотрите-ка. Ну, пока ничего не видно. Покажите, где главная корочка-то. Ну, откройте, тут ничего не видать. Крестик только и все. Где там написано, что Библия-то? Ну, теперь видно. Первую страницу откройте, кто ее издавал? Ну-ка, откройте. Первая. Холли Байбл. А, у вас на английском языке. Да, ну, я в Америке жив. Да, вы в Америке живете. Вот как. А на русском языке у вас есть? Так, а на поэта... Сколько там книг в оглавлении? Сейчас посмотрю. Подождите. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Вот так. Вот у меня есть какая-то книга. Так, Библия. У вас не православное издание это. У вас не полная Библия. У вас 66 книг. А надо 77. 11 книг выкинули. Это протестанты издавали. Там написано с синодального перевода. Посмотрите. Написано, Библия, книги священного писания Ветхого и Нового Завета. Канонические. О, а где не канонические 11? Это протестанты издали. Это церковь, церковь Христова никогда не издавала 66, всегда 77. Да? Да. У вас нету там ни Маковейских. Это не полная Библия. Это протестанты, сектанты издавали. Православная. А ее можно читать? Ее читать можно? Можно. Только откройте где-нибудь там. Я чтобы на слух увидел. Откройте. Прочитайте несколько стихов. В Новом Завете, в Ветхом где-нибудь. Псалтырь откройте. Вот, слушайте. Давайте. Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Все. Все, все. Правильный перевод. Это вы считаете сейчас пророка Исаия 53 главу. Посмотрите. Да. Ну вот, я вам сказал, что правильно. Ну вы знаете, да, Библию? В Библии. Я 56 лет в ногах Христа сижу. Аллилуйя, слава Иисусу. Так, это свято с синодального. Васянодальный перевод был сделан четырьмя духовными академиями в 1876 году в России. А вот я... У меня таких познаний нету глубоких. Ну, что познание? Надо исполнять. Познание – это первая ступенька. А вторая – это исполнение. А что надо вот исполнять мне? Надо исполнять. Веровать. А что? Ну, что мне надо исполнять? За заповеди Божьи. Блаженство. Это пятая глава Евангелия от Матфея. Блажены нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блажены плащущие, ибо они утешатся. Вы откройте, посмотрите, там... Это не просто книжка на полке стоять должна. Откройте Евангелие от Матфея. Евангелие от Матфея, пятая глава. Ну, я сейчас читаю вот от Марка. От Марка. Ну, это ладно. Я вам говорю сейчас про блаженство. У Марка их нету. Матфея. Матфея. Матфея, пятая глава. Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверзши уста свои, учил их, говоря, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Вот это да? Вот это первое. Блаженство западет. Дальше второе. Считайте. Блажены плачущие, ибо они утешатся. Так, теперь, когда вы последний раз плакали на молитве? Сегодня. Зимой? Сегодня, сегодня. Сегодня на молитве вы молились со слезами. Вот это великое дело. Ну, дальше считаем. Блаженны кротки, ибо они наследуют землю. Так, у вас было такое, что и по кротости своей Бог дал вам землю? Да. А где это было, когда, как? В Америке. Вот так. Ну, ладно, я в Америке был, в 92-м году много там ездил. Я Америку маленечко посмотрел. Я оттуда не знал, когда вырусь, скорее домой. Не, меня я не хочу никуда. Я из Караганды, из Казахстана, я туда-обратно не хочу. Да, мне, я знаю там все как это, но это не то. Меня тут каждая собака знает. А там все по-другому, все искусственное. И главное, такая высокая нация, как бы сказать-то, и умирает, как мухи. Ну, да. И что? Сердечная болезнь. Сердечная. Сердечная болезнь, а смерть приобретения. Как? Я говорю, для меня жизнь Христоса смерть приобретения. Правильно. Это послание филиппистам, кажется, 3.16. Я не знаю. Но я, вы знаете, я не это, не хожу в церковь никуда вообще. Я вот просто читаю, молюсь, и вот сам я читаю. Понятно. Тогда к вам вопрос. А зачем Господь сказал, Евангелие от Матфея, 16 глава, 18 стих. Создам церковь мою, и врата не одолеют ее. А дальше мы считаем, что он придет за ней, за церковь, и не за то, что дома читаешь. Зачем это написано? Ну вот у нас, смотрите, вот где я живу в Миннесоте, у нас нету православных церковей, у нас только артистанты. А вы слышали про город Нью-Йорк? Конечно. А там недалеко монастырь Жордан-Виллицкий, православный центр. Если вы верующий, вы туда съездили бы давно уже познакомились. В Сан-Франциско большой храм. Я был в Сакраменто, в Вашингтоне. Ну какой-то город к вам поблизости есть? Я в Миннесоте живу. Ну вон как. Я в Лос-Анджелесе жил. Ну это очень далеко, в Миннесоте. Ну и там вы посмотрите, обязательно есть православные храмы. Вы не искали. А если я пойду к артистантам? А это еретики. Почему? Они же во Христа тоже верят. Слушайте внимательно, давайте так. Вас как звать-то? Меня Павел. Павел. У меня брат Павел. Меня зовут Игнатий Лапкин. И вот вы сейчас сказали, что они протестанты. А что это такое? От слова протест. А против чего они протестовали? Дальше. Смотрите. Я вам говорю. Вы взяли бы карандаш, записывали, проверить. Правильно ли я говорю? У меня память хорошая. Хорошая? Я ничего не знаю. Так как должен знать. Но смотрите. Вот говорят. Надо пример брать с хороших людей. Пример. А Библия говорит, пример надо брать с плохих людей. Не делать, как они делали. И вот мы считаем. Первое послание к Коринфянам. Десятая глава. Шестой стих. И одиннадцатый. Они написаны так. Причисляет тех, которые погибли. И говорит. Это были образы для нас. Чтобы мы не были походливы на зло. И как они были походливы. И в один день погибло 23 тысячи юношей. Это плохие. Плохие примеры. Так вот. В Библии есть книга числа. Четвертая книга Моисеева. От начала. Моисеев закон. Шестнадцатая глава. Там были люди, которые сами по себе собирались. Отдельно. Протестанты. Они так протестовали. Дофана, Верон и Корей. Это большие начальники. Генералы. И они восстали против Моисея. А Моисея это церковь. Образ. Это образы. И ничего нельзя было сделать. И вот я, например, пока заморожу. Я вел занятия в пяти университетах. Но люди-то разные. Там студенты. Один университет там 21 тысяча. Вот я говорю. Смотрите. Сидят юристы. Давайте доску пополам. Разграничили. Слева преступление. А справа наказание. Я не буду говорить преступление. Вы говорите сами. Я пишу 10 суток. Ну, это или помощился где-то, или заматерился. Правильно. Статью я называю. Я знаю этот закон. Меня судили несколько раз. Я в пяти тюрьмах отбывал. Дальше. Скажите. Год за что дают? Год. 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 Ну, это украл что-то. Курицу или что-то. Десять лет. О, это серьезно. А тогда еще смертная казнь была. Я говорю, смертная казнь? Ну, это маньяк там и убил ребенка там, что-то такое. Я говорю, а живьем в ад? Ну, такой статьи нету. Я говорю, есть. А где? Книга Моисеева, 4 числа, 16 глава. И Моисей сказал, завтра придите сюда все. И если они умрут, эти люди, обыкновенной смертью, то, значит, ничего, это нормально. Но если не обыкновенно, знайте, что они согрешили так, как люди грешить не могут. И на завтра было. Они вышли, все стоят, жены, дети, шатры. Они шли еще из Египта. И в это время раздался грохот. А Моисей сказал, отойдите от них. Сейчас Бог сделает что-то другое. И раздался грохот. И они с шатрами, с женами, с детьми, с хозяйством, все провалились в огонь. В преисподнюю. Такого наказания больше нигде нет в Библии. Это протестанты. А это были образы для нас, чтобы мы не были походливы на злое. И мы образы для нас, достигших последних веков, Павел говорит. Повторяю, первое послание к Коринфянам, 10 глава, 6 и 11 стихи. Вот что такое протестанты. Это ад. Бог говорит, Христос говорит, я создам. И он ее создал, где в день Пятидесятницы. Вы дома считаете, посмотрите, вторая глава Деяния апостолов. Огненные языки сошли, они пошли проповедовать. И вторая часть, это дом Корнилии. Для язычников Бог открыл. Все. Это церковь. Сегодня церковь, где это католики, они сохранили, когда апостолы рукоположили руками епископов, епископы других, и так до наших дней. А у сектантов проповедения, у них нет, они сами себе. Допустим, баптисты. Джон Смит. Первый. Залез в воду, на себя руки положил. Сам себя крестит. Ну, даже смешно даже. Крестит священник. Мартин Лютер положил основание в 1517 год. Правильно. Он был монах. Он не был епископом. Он никого не мог рукоположить. То есть самозванцы. Вот штука-то какая. Поэтому католики, настоящая церковь, православные, григорианы-армяне, копты и сирийцы, все, пять. Дальше это все протест. Это уже не Христово поле. Вам не нравится православные? Пойдите к католикам. Не нравится? Григорианы-армянам. Мне все нравится. Мне вообще нравится Библия, Слово Божье. И Иисус Христович отлично. И Библия вам? Библия говорит? Я сам не являюсь не членом какой-то там общины или церкви. Я не являюсь никем. Мне просто нравится вот читать Библию. Понятно. А умрете-то? Умрете-то? Куда пойдете? Умрете? Куда пойдете? Вы что, не верите в загробную жизнь? Ну, верю. Я к Иисусу пойду. Давайте я вам процитирую. Евангелие от Луки, 16 глава. Богач каждый день пиршествовал блистательно. То есть он никого не признавал-то. Но умер Богач, и похоронили его. А рядом лежал Лазарь. И псы, приходя, лизали с трупа его. Он желал напитаться крошками, ему не давали. И ангелы унесли его на лун Аврамова. И в Аде, будучи в муках, он поднял глаза и увидел вдали Аврама и Лазаря на луне его. И он запил отче Авраме. Пошли Лазаре, чтобы он мочил конец перста своего. И проходил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени всем. А Господь говорит ему, Аврам говорит. Лазарь в этой жизни получил плохое, а ты пиршествовал. И каждый получает свое. Но между вами и вами великая пропасть. И отсюда к вам не переходят, и оттуда к нам не могут перейти. Если вы считаете вынивы и барышны, все берите. То есть за жизнью будет страшный суд. Об этом говорится в 25 главе Евангелия от Матфея. И пойдут все и в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Человек умирает, только переходит из одного состояния в другое. Вы подумайте о душе. Ну окей, а можно вопрос? Можно. А кто судить будет вообще? Ну это кто судить? 12 глава, я отвечаю. 12 глава, 48 стих. Евангелие от Иоанна. Вы хоть записывали бы, а ну вы не записываете. Я запишу. Запишите. Ну что вы такое-то? Вас кто обобрал-то? Рукава оторвал, бумагу не дал. Бумага есть. Ну да, бороду отнял. Вас отнял. Лучше Америка богатая. Все отняли у человека. Пишите. Вот если что творится, как жить даже не знаю. Пишите. Евангелие от Иоанна. Иоанна 12, 48. Иоанн 12, 48. А вы что-то торопитесь куда-то, что ли? Да я не тороплюсь. Нет, нет, я с вами пробуду. Я все отвечу на все вопросы. Пишите. Евангелие от Иоанна. Коротко. Иоанн 12, 48. Откройте его. Господь говорит, я не сужу вас. Слово, которое я говорил, оно будет судить вас в последний день. Вы спросили, кто будет судить. 12, 48. Евангелие от Иоанна. Сейчас убедитесь. Да, вы сейчас убедитесь, что я говорю вам правильно. Считайте слово. Отвергающий меня и не принимающий слов моих, умеет судить у себя. Вот вас судить. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. То есть... Ну вот смотрите, а я же не отвергаю, я же наоборот веру. Так вы исполняйте, а не то, что не отвергаю. Написано, так надо выполнить. Вы не отвергаете, не прелюбодейся, не убивай. Вот я, допустим, а я буду убивать и прелюбодействовать. Что это? Знание мое только усугубит. Ты знал, кто знал и не делал, наказан будет больше. Вот смотрите, вы не в церкви. Где церковь? Покажите. Господь говорит, я создам церковь. Дальше. Послание апостола пишут в церкви. Христос придет за церковью. А где он вас будет искать? Дома сидеть будете? В Караганде? Можно я вам, в мою точку зрения, если можно, конечно. Что сделать? Можно я, ну как бы, свое понимание вам... А не надо, меня свое понимание оточнит. А не надо мне понимания. Я этих пониманий вот столько. Я 56 лет миссионер. Сколько баптистов в нашем доме покаялось? Мусульмане, евреи каются. Ваши мысли, зачем они нужны? Надо от них отойти. Написано, отвергнись себя. Возьми крест и следуй за мной. Вы первую ступеньку не сделали. Надо подумать о себе. Отпишните мне. Я же не могу... Как я могу сделать, если меня никто не объяснит? Я объясняю. Слушайте. Пишите. Пишите, что я скажу. Пишите. Ютуб-канал называется. Мой Ютуб-канал. Во свете Библии. Окей. Во свете Библии. Запишите. Во свете Библии. Дальше Игнатий Лапкин. И вам откроется. У нас там 14 900 роликов. Дальше. Если вы... Вот так заполните дальше. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Но уже не Ютуб, а сайт. Через Google. Там наш сайт. Сайту этому равных нет. Там все мои книги. Там насчитано моим голосом 50 книг. Это Бог делает так. И вы увидите там толкование святых отцов. Полное толкование Нового Завета. Там мы издали трехтомник. Ну я слышал такое, что нельзя интернет пользоваться. Потому что это дьявол. А что такое интернет? А телефоном можно пользоваться? Ну да. Вдруг пожар в доме. А почему же нельзя интернетом? Это тоже самый... Говорят верующие. А кто говорит-то? Верующие говорят, что интернет от дьявола. Барабаны нельзя слушать. Музыку плохую. И пианино тоже говорят от дьявола. Из барабана можно тоже что-то создать. Потому что Давид был... Гусли у него были. А когда читаем 150-й псалмов... Псалом написан. Говорят, славьте Бога на кимвалах. На кимвалах колотят. Люди не знают Писания. Это псалом 150-й. Вы со мной не теряйте связь. Если вам надо по скайпу поговорить, вы зарядите Игнатий Лапкин. Я один с этой фамилией. И я постараюсь вам помочь, Павел. У меня скайпа нет. О, в Америке скайпа нет. Чего ты копеечный такой? Вернее, у меня он есть. Ну, как бы, я его не пользую. Я не знаю, есть он у меня, нет. Я даже пароль не помню. Ну, в чай... Через WhatsApp. Мы сейчас находимся в этой гнусной, темной, прелюбодейной рулетке. Это для блудников созданный канал специально был. Со всего мира скопились сюда. К Содом и Гамору устроили. А когда сейчас расстанемся, вы меня не найдете. Повторяю, поставьте скайп. Вы говорите, меня никто не учил. Вот вы, наконец, дождались. Я пришел к вам. С Христом. Это Христос явился, не я. Игнатий Лапкин. Скайп. Немедленно его достаньте. И на меня выходите. И внизу напишите, чтобы я вас принял, что мы в Америке разговаривали. Меня зовут Павел. Я тогда приму вас. Лапкин, да? Лапкин и... У вас в WhatsApp есть? WhatsApp. Что есть? WhatsApp. Ничего такого. Я не знаю этого. Игнатий Лапкин. Лапкин Игнатий. Да, я записал. У меня есть форум. Мой мир. В ВКонтакте. В Фейсбуке. Твиттер везде есть, да. Дайте мне одну минуту. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе, Богородица Дева. Радуйся. Обрадуна Мария Господь с Тобою. Благословена Ты в женах. И благословен плод чрева Твоего. Як родилась и Христа спаса. Избавителя душам нашим. Так. Знаете что? Вот вы теперь не имеете права уже, что вам не сказали. Я сказал, на нашем сайте. Сайте. Трехтомник. Его видели в библиотеке у Путина. Это за 2000 лет впервые полное толкование Нового Завета. В одном издании. Впервые. Кто толковал? Блаженный Феофилакт. В 9 веке живший. Он брал из всех святых отцов с 1 века. Огромная работа проведена была. Огромная. И мы там раскрасили Гюставо Дорре 230 иллюстраций, картин. Мне просто неудобно лезть на полки. Вы где живете? Город Барнаул, Алтайский край. А, это Барнаул. Смотрите, если вы зайдете на наш YouTube, обязательно зайдите. Вы завтра утром уже увидите наш ролик. Мы с вами разговариваем. Понятно. Ну, вот у меня вопрос, допустим. Можно я вопросы буду задавать? Давайте. Только чтобы не ругались. Никак. Нет. Я вообще... Знаете, я вообще сам раньше употреблял много наркотиков. Наркоман я был. У меня все друзья мои погибли от наркотиков. Там еще, в Караганде, в Казахстане. Я вот живой остался. Я думаю, меня Бог, наверное, сохранит. Конечно. Несомненно. А говорят, а для чего? Наши встречи? Я не знаю. А я знаю. Теперь вам открыто все будет, что не знали. Что знать? Да Господь, не я тут виноват. А Бог это делает. Он нас спасал для этого. Я пришел и молюсь сегодня о рулетке. Господи, найди людей, которых ты предузнал. Кого избрал. И вот вы сразу попались. Тут найти такого... Получается, я Бог предизбрал. Это избрал, чтобы вы приняли его. А это избрание можно потерять. Я же его принял. Я Иисуса Христа принял. Я верю в Него, как во Христа Иисуса. Единственное... Ну, я не член церкви. Зазаметьте... Я не... Понятно. Я это слышал. Не повторяйте. Вы уже несколько раз повторили. Я не член. Это понятно. Вы много говорите лишнего. Смотрите. Если вы верите тому написанному, то верьте, их исполнять надо. А Бога веруют и бесы, и демоны, и трепещут, написано. Трепещут. Да если бесы веруют, а почему же нам не верить-то? Вот вы услышали про церковь, а вы не в церкви. И где вы будете в вечности? Вы должны прийти в церковь православную. Ну, знаете, я вот, допустим, всегда думал, почему-то мне так казалось, может быть, поправьте меня, если я не прав. Мне всегда казалось, что церковь – это люди по всей вообще планете. И даже те, которые умерли когда-то, даже те, которые когда-то родятся и которые уверуют во Христа. Да, те люди, верующие во Христа, это как невеста же, правильно? Иисуса Христа. Если они причащаются в церкви, если причащаются, если крещеные. В Евангелии от Марка, вот вы считаете его. Я крещеный, меня в детстве крестили. Как крестили, разоберите. Было ли полное погружение, или только лоб мочили? Полное. Вы убедитесь, на сто процентов убедитесь, иначе проиграете. А если вы не имеете твердой уверенности, свидетелей нет, вы же не молодой. Ну, не два года вам. Так вот, Шестой Вселенский Собор, 84 правило гласит, если нет достоверных свидетелей, немало не сомневаясь, прими крещение. У меня свидетель мой Бог. Но Бог же все видит. Я вам сказал, больше не буду. Бога в свидетели не берутся. Люди, о людях говорится. Здесь не надо лукавить. Бог за нас не будет отвечать. Он дал закон, надо выполнять. Вы на дорогу вышли, а у меня знакомый шериф какой-то. Оштрафуют, если нарушаешь. И Библия говорит, виновный в одном, виновен во всем. Допустим, я никого не убивал, но я прелюбодей. Я виновен, все равно смерть. Ну, а как же благодать тогда? Благодать спасает тогда, когда принимает ее человек, раскаиваясь во всем, во имя Христа. И в церкви причащаются тайны. Тело и крови Христовой. Я вот несколько раз Библию от корки до корки прочитал. Я этого в Библии нигде не нашел. Нигде не нашли? Открывайте Деяния апостолов. Царай, глава 47 стих. Давайте мы сейчас прочитаем. Без церкви спасения нет. В церкви нет спасения? Без церкви, без церкви. Церковь – это корабль. Корабль, который плывет, как Ноев ковчег. 2.47. Деяния апостолов. Сейчас я не могу найти, где это деяние. Вот так, прочитал много раз. Ты должен наизусть знать. А памяти-то нет. Почему? Наркотики отняли память. И женщины. Самая большая дыра в мозгах – это когда с женщинами блудят. Так я же с ней этого не знал, что это грех. Ну, ты не знал. Руку сунул, ее оторвали. Теперь узнал. Руки-то все равно нет. Что мало что не знал. Ты пораженный уже грехом. И поэтому на том основании, как ты вернулся, другим ты не можешь быть. Ведь Господь тебя сохраняет, если ты покаялся. Но ты кем? Ты мог быть? Мог быть. Ты уже никогда тем не будешь. Ты прокурил легкий. У тебя уже туберкулез. Ты так и умрешь туберкулезом. Что меня этого? Вы что? Я к примеру говорю. К примеру. Я не вам. Мало что не знал. Незнание, говорит, не освобождает нас от закона. Я очень здоровый человек. Сейчас занимаюсь. Хорошо. Деяние 2.47. Считайте. А то время идет. 2.47. 2.47. Деяние. Хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. А зачем прилагать, если без церкви спасение? Так я же говорю, в моем понимании, что такое церковь. Нет, он создан. Не ваше понимание-то зачем? Церковь – это спасенные души, где есть рукоположенные, законенные. Он пишет 1.5 к титу, до вершины до конченной, чтобы он рукоположил. А я понимаю. Что твои понятия-то какие? Были селенские соборы, как все понимали. Скажите, кто такой Игнатий Богоносец? Да откуда же я знаю? Это ребенок, которого Христос брал и говорил, таковы их истарства небесные. И он будет епископом Антиохии. Шесть посланий. А его арестовали, бросили время в Колизее львам. Его львы растерзали. От него остались книги. Без епископа ничего не делается. Можете мне объяснить, зачем свечки ставить? Ну, можете не ставить. Первоначально ставили, чтобы освещали. А теперь понимают, что это как жертва. Напоминание, чтобы мы горели для Бога. Образно так. А их сейчас ставят там зеленые, синие. Это деньги. Ну, у нас чисто восковые. Мы на пасеки воск берем. Вот. И льют свечи. И она свеча горит. Вот такой же ты должен освещать дорогу. Это явно показывает. А зачем мы разные знаки носим? Зачем погоны? Так мы много можем увидеть. Это все знаковые явления. А вы батюшка, да? Я не батюшка. У меня брат родной батюшка. Он священникам уже 40 лет. Отец Иоаким. И вы на нашем Ютубе все это найдете. Вот. Зарядите. Митрополит. Митрополит. 3 февраля он у нас служил в нашей общине. Наша община необыкновенная. Вот. А не, чтобы человек обратился. Одна беседа 20 минут. Для неверующих. У нас 500 часов. Я в 5 университетах вел занятия. Три радиопрограммы вел. И люди каялись, приходили. Разные люди совершенно. Там и евреи, и кого только нету. Вот у меня 10 лет назад, когда я, ну, тогда еще наркотики бросил, у меня был цирроз печени. Я должен был умереть. Я помолился Богу, и Бог меня исцелил. Я пошел в больницу, мне говорят, что у тебя все хорошо. Это нормально или ненормально? Это чудо Божье. Солженицын заболел раком, его уже в коридор вынес, и вдруг нечаянно выздоровел. По сей день никто не знает, как. А он потом написал, сколько всего. И Красное Колесо, и Архипелаг ГУЛАГ. Ну, я в церковь не ходил, я просто помолился. Ваш Господь слышит. Это первая ступенька просительна. Молитва трех степеней. Первая просительна. Дай, помоги, сохрани, защити. Вторая – это благодарение. Я благодарю тебя, Господь, ты меня услышал. Дети мои спасенные оказались в этой аварии. А третья ступень, высшая, ангельская, называется Аллилуйя. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя. Это третья ступень. Мы должны восходить все время выше. Ну, а вот еще один вопрос. Когда я приду в Царство Небесное, но я верю в это, что я приду, потому что я верю в... Без церкви никуда не придете, в аду будете гореть. Бог сказал, ты со своим характером, слушайте, если было бы так, тогда бы 10 главы Евангелия Теана не было написано. Просчитайте ее. Так, а что, только православные будут это? Я же вам говорил, католики церковь, католики, Григориан Армян и копты истерийцы, у вас память проедена этими наркотиками, вы не можете быть другим. Поэтому доверься, что Господь сказал. Евангелие Теана, 10 глава, считайте. Вот нашел. Давай, считай по порядку. Какой стих сначала? По порядку считай. С первого стиха. Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит индий, тот вор и разбойник. А что такое дверь? Дверь это писание, а по писанию епископы. Вы перелазите через забор, как вор и разбойник. Вы даже этого не знаете. А я так думаю. Два миллиарда христиан в церковь ходят. Две тысячи лет церковь по-другому не жила. А Господь говорит, я с вами, не сказал, что с Павлом, с вами во все дни до скончания века. И с первого века христиане так и верят. Церковь. Вы тогда отрицаете все, что церковь имела две тысячи лет. Я не отрицаю, я просто не знаю. Теперь уже не можете сказать. Сегодня, 26 апреля 2019 года, в пятницу страстную, вы узнали. Все. Вы сегодня открыли двери рая для себя. Или же замкнулись, не хочу ничего знать. Сегодня для вас рубежный день. Рубеж. Да не, у меня рубежный день давно наступил, когда я... Нет, в этом вопросе, что вы не знали, вы уже знали. Знаете, я вам сказал, где этот сайт, где эти книги написаны, кем написаны. Мы не... Так а что, протестанты все в ад пойдут? А куда? Другого места нету. Или тьма, или свет. Серенькой мглы нет у Бога. Он говорит, я предложил вам, я предложил вам жизнь и смерть, благословение и проклятие. Зачем вам умирать? Зачем Богу, верующих во Христа людей, загонять в ад? Я не пойму. Откройте 25 главу, Евангелие от Матфея. Давай, открывай. Так, подожди. Подождите. Сначала это, Иоанна, прочитайте дальше. И для чего мы открыли? А к тому, что мы все виноградные листь, кисточки, мы как ягодки на одной, а вы один где-то, а я один. Он говорит, отец мой виноградарь, я виноградная лоза, вы ветви. Мы ветви, на этой виноградной лозе. Как вы считаете, когда ничего не понимаете? Смотрю в книгу, вижу фигу. Вот так вот. Это, Павел, нельзя так играть своей жизнью. Приди в церковь. Без церкви никогда не было на земле. А вот, которые сектанты, еретики, вы готовы еретик. А я как хочу, так понимаю. Даже баптисты, адвентисты, и так нет, они учат свое учение. А у церкви не свое, а Духа Святого. Если я пойду к баптистам, это неправильно, да? Неправильно, конечно. В 1639 году в Роджерсе первая община была образована. А до 1639, мы говорим, в первом веке были баптисты, они называют апостолов, а во втором ничего нету. В третьем, хоть одного назовите, нету. В четвертом, пятом, до пятнадцати. А Господь говорит, во все дни до скончания века, 28-19, в Евангелии от Матфея. Во все дни, я с вами, во все дни до скончания века. Он с церковью. А вы меня спросите, скажете, а кто в первом веке? Я скажу, сколько канонизировано. Это вы найдете на нашем сайте. Там я насчитал жития святых. 1173 биографии, а у баптистов ни одной. У нас есть святые во втором веке, в третьем, в четвертом, Ян Затаус, Василий Великий, Григорий Богослов. По именам вся жизнь описана. А у них никого нету. Почему? Потому что никакого отношения к церкви не имеют. А он придет за невестой своей, за церковью. Страшно? Вот если вы это поняли, и будет у вас желание, Господь побудет, вы выйдите на меня по скайпу. Отзарядите себе скайп. Игнатий Лапкин. И по московскому времени от 4 до 4, 4 ночи до 4 дня в этом промежутке. Только надо вам успеть, потому что я уезжаю скоро в деревню. Мы деревню строим православную, где все православные с нуля начали, получили землю, зарегистрировали. К нам может поселиться кто, кто докажет, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Тогда первый разговор ведем. А если вот нечаянно загрешит, соврет, что будет? Ну все, в ад пойдешь. Там написано. А как? За что умер? Я за кающегося, за послушного. За что умер? Не за еретиков же. Я вам посчитал, что 16 глава Луки. Запишите, 16 глава Луки, ответ вам дается. Луки 16 глава, 26 стих. Вот если я, допустим, 26 стих, вот я соврал, и понял, что я соврал, согрешил, я говорю, Господи, прости. Он же, будучи верен и праведен, простит мне грехи, или уже не простит? Запишите, ответ даю вам, запишите ответ. Матфея 26 глава, 28 стих. Открывайте. Подождите. Не Матфея, Иоанна. Евангелие от Иоанна. Так, но я вам скажу, вы-то не знаете, он говорит, кому простить и проститься священникам, кому оставить и оставиться. Без этих рук нет прощения. Вот в чем дело-то. Бог установил это и дал священникам эту власть. Он говорит, кому простите, когда Христос воскресший явился, Дунал, он говорит, примите Духа Святого, кому простите грехи, простятся, на ком оставить и останутся. Зачем он это сказал? Это дал власть такую. И мы идем на исповедь, вот у нас сейчас пост три недели, а вы же идите подряд, ничего не понимаете. Вы, когда зайдете на наш сайт и на первой странице, там моя книга называется к истинному православию. Я ее 40 лет собирал, материалы. И вы увидите там, что вы не постились, то другое. Тогда вы просите прощения на исповеди. Священник говорит, властью, данная мне от Бога, да разрешишься от грехов. Эту власть имеют католические священники, православные, григорины, армянские, хопты и сирийцы, больше никто. Они сохранили рукоположение. Вам куда идти нравится? Идите, я вас не зову, что именно в православии, но я православный. Я знаю, тут всего меньше заблуждений. А заблуждения есть, вот это торговля, церкви, свечи такие нечистые. Вы сами видите. У нас ни за что не берется, ни за крещение, ни за свечи, а десятина включена, и все. Святая десятина, о которой Господь сказал. У нас тут в Америке есть староверы такие. У нас вот мы работаем, дома строим. Да. Есть староверы у нас. Ребята, они, они, короче, здесь родились, но они уехали вообще еще, когда революция была, с тех времен, переехали сюда, в Америку. Тоже вот такие у них бороды большие. Они это, сайдинг делают на домах. Вот они тоже православные. Так вот православные, надо узнать, старообрядцев, от которых вы называете, их разных течений больше пятидесяти. Но это не старообрядцы, это неправильно тоже? Правильно будет, если у них есть священство. А священство у старообрядцев есть только у Белокереницкой иерархии и Новозыпковской. Все больше. А остальные это раскольники. Ого. А как вы это все запомнили? Да я не наркоман, я не пью, мясное не ем, женщин не знал. Поэтому вся память во мне. А мне 80 лет будет 10 июня. Вы мясное не ели? Не, я в рот не беру. Зачем это? Ну, вообще когда-то мясо... Ну, 50 лет назад там, может быть. Да, так нет. У меня даже в доме не водится это. Не говорю уж про свинью. А женщины? Жена была? Я не знал никогда женщины. Бог меня сохранил. Да? Да. И поэтому у меня все здесь. Главное, это не наркотики. Главное, это женщины проедают мозги. Если вы до брака, до венчания в церкви познали женщину, вы блудник. А если жене изменили, прелюбодеяй. У тебя мозги дырявые. Я говорю, и тут же забываешь. А если еще в игры играл, компьютерные, да наркотики, у тебя вообще пустая коробушка, череп, мякиной набитый. Может, мне сразу ват уже? Знаете что? Когда вы зайдете на наш сайт во Свете Библии, сайт, не YouTube уже, там мои книги. И на первой странице и там написано Новый Завет. Вот вы его ткните, и они начнут книги раскрываться. Там все толкование дается. А если вы пожелаете узнать больше, ткните к истинному православию. А если хотите обо мне узнать, ткните в книгу для слова Божия нету. Как я в тюрьмах был, как я уверовал, почему это Бог сделал так, Бог сохранил. Это не мое. Вот у меня написано 4 тома стихотворения по 800 страниц. 3 467 стихов, каждое стихотворение 36 строчек, 9 куплетов. И у каждого эпиграфа из Библии. И напротив каждой строчки еще есть написано глава стих, откуда взята мысль. Чтобы стихотворение мое прочитать, надо 36 раз Библию открыть. Но это слава Богу, да? Обязательно. Аминь. А вот вы что, с детства верующий, да? Что Бог есть, я вам объясняю второй раз. Я верующий, может быть, с двух лет, когда начал соображать, где отец, где мать. А он веровал после службы в армии, когда мне в руки Евангелие дали. 23 года было. Я на молитве был там, может, минут 20. И мне все перевернул Господь вот так. А я в это время говорю, ну у вас какая-то беда. Какая беда? Я спортсмен. В морфлоте служил. Учусь в мореходном училище. Добиваюсь разрешения сдать три экзамена, три года, три курса за год. По выбору комиссии на английском, немецком или французском. С выходом за границу. У меня деньги, у меня все есть. И Бог меня хранил. Я в душе чувствовал пустота. И, наконец, мне Господь дал Евангелие. И я уверовал. Только через пальц в борт перешагнул, сразу стал говорить, живем неправильно, надо жить для Бога. Христос умер за нас. Христос ждет нас, Он любит нас. Моя жизнь вся изменилась. Вот говорят, ну кем хотел мальчик маленький быть? Книга для Слова Божия нет ус. Там все написано, как суд идет, как судья говорит, как я отбываю срок там для Слова Божия нет ус. А в моей биографии снятый фильм занял первое место в России, документальный фильм. И вот там все подробно сказано, что я в детстве был, как Бога чувствовал и как я его нашел. А вот если вы зарядите, вот зарядите такой, один этот, в Ютубе, на нашем, называется ролик как, запишите, вы будете плакать сегодня. 52 года в пути. ролик называется 52 года в пути. 52 года в пути. город Венспилс. Венспилс. Это вам замок будет раскрытый. И вы увидите, как я на то место явился и как плакали мы. Кто бы не смотрел, все плачут. Это Бог делает, Павел. Человеку нельзя это сделать. Это нельзя. Я вот сейчас смотрю свои стихотворения, мои, моей рукой написанное. Черновики сохранились. 3 тысячи 467 стихотворений. И ни одной по марке нету. Я просто пишу, как с чистого листа. А как это? Я не знаю. Сейчас стихи считаю, как будто первый раз вижу. Такая там глубина, двойной смысл, экстраполяция во времени. Мне не написать никогда так. Я не пишу сейчас. Это в 9 лет Бог вместил. И 38 книг, да еще 7 в интернетной версии там же стоят. Это Бог делает, дорогой мой. Это нельзя человеку сделать. Когда меня арестовали, то арестовали по санкции МГБ, Московской КГБ. И я узнал, у меня знакомый полковник был, он говорит, думали, что здесь отдел и не один трудится. Оказался один человек. Но я не один. Мне помогали, конечно. Я первый в стране распространил архипелаг ГУЛАГ. Насчитал на пленку. Может, сотни, а может, тысячи экземпляров распустил. И власти меня закрыли. Меня 26 лет мучили. И в морозилке держали, еще не делали только. А мне 80 лет. Я еще ни одной таблетки не съел. Это Бог делает. Мне не давали работать. Я технарь. Прорабом работал. В МВД. В лагере строгорежимном. А после, как уверовал, нигде не давали. Я делал печи, ждачи строил. Понимаете? Говорят такое слово экстремист, максималист. Это мое имя. Вот говорят, надо десятую часть, которую ты заработал, десятая часть. Ну, и 100 рублей, десятку. И тысячи, 100 рублей. А отдать священнику на дело Божие. Я первый раз услышал о десятине в 62-м году, 27-го сентября. Вот понимаете, что это в человеке заложено. Я услышал, когда, а я один, не женатый, я сразу подумал, я буду давать 9 десятин. Заработаю 100 рублей, 90 отдам. И поэтому, как бы связал себя. И поэтому работал всегда на трех работах. И выработка 280-300 процентов. Я неукротимый в работе был. И Бог позволил мне 56 лет так прожить. Это Господь делает, это не я. Это Бог делает. Чтобы не подумали, вот он похвалился. Я хвалюсь Господом, как он меня возлюбил. Я всю жизнь в саже, в глине, печи делать, ремонтировать. Сами знаете, что это такое. А раз я делаю так, что у меня угля тонны на полторы меньше, и тепло до самого пола, и там детишки ползают, за мной гоняются повсюду. Я по всей стране почти проехал, где печи делал. Я, конечно, ассенизатор. Да, я на низу. Да, меня много раз хотели в священники поставить, и в Америке, когда был. Это я, я молюсь о Богу, и Господь мне как бы отвечает на сердце, что это не мое. Мое дело быть простым работягой. Понятно. Ну что, дорогой, я вас жду в скайпе потом. А пока зайдите на сайт и в YouTube и посмотрите наш ролик, прослушайте, как мы с вами разговаривали. Ладно. Давайте, приятно было с вами поговорить. Хорошо. Во славу Божию. Храни вас Господь, Павел. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok